Дочери Катерины 4 года. Два года назад её не получилось определить в детский сад. Катя с мужем подали электронную заявку на поступление ребёнка в дошкольное учреждение, но не подтвердили её в районном отделе образования. Заявку аннулировали. В этом году попытка тоже провалилась. Мы оказались в 355-е по общегородскому списку. Когда я подошла летом в садик, в котором мы стояли в очереди в 310-й, нам, конечно же, сказали, что мы не проходим по очереди. Группы, сказали, наполнены, заполнены полностью до отказа, больше, чем необходимо, в два раза. То есть детей в группе не 15-17, а 35-37. Регистрировать ребёнка в очереди теперь нужно на сайте asrd.org. Места в системе распределяются последовательно. Кто раньше зарегистрировался и подал заявку, тому и будет раньше выдана путёвка. Электронная заявка становится активной, если ребёнку есть два года. Но в очередь лучше стать ещё раньше. Родители имеют возможность с полутора лет ребёнка уже становиться на очередь. Я бы рекомендовала им так и поступать. Тогда они всё-таки имеют гарантию, потому как детей, особенно в некоторые учреждения, достаточно много, они имеют гарантию попасть в нужное время в дошкольные учреждения. Все заявки попадают в департамент образования, где формируют и распределяют путёвки в детские сады по количеству мест, заявленных заведующими дошкольными учреждениями. Где-то мест достаточно, где-то их катастрофически не хватает. Из-за того, что нам территориально повезло и рядом с нами находятся ещё три детских сада, у нас эта проблема не стоит настолько остро, как в других районах, где вокруг находится много жилых домов многоэтажных и где в самом деле очень много детей требуют устройства в детские сады. О проблеме чиновники знают. Обещают, что все пятилетки в сады попадут, так как для них дошкольная подготовка обязательна. Остальные мы стараемся, делаем максимально, чтобы действительно эти заявки удовлетворить. Никто не скрывает о том, что очередь дошкольных учреждений есть. Мы сейчас испытываем такую нехватку дошкольных учреждений. В 1995 году в Одессе было 277 детских садов. Сегодня – 118. Вот, например, детский сад номер 165. Он рассчитан на 100 детей. Но до 15 августа родителям придётся забрать детей домой или определить в другие сады. Сто лет назад здесь была конюшня. Последние 49 лет – детский садик. За это время капитального ремонта зданий никто не делал. Под прогнувшимися балками кровли всё ещё спит детвора. Но через пару дней девчонок и мальчишек здесь не будет. 87 детей постараются распределить по соседним детским садам. На сегодняшний день для того, чтобы обеспечить достаточно безопасное пребывание детей в детских садах, мы подняли вопрос о том, чтобы проводились строительные работы у нас на территории. Сколько времени понадобится, чтобы перекрыть кровлю или отстроить на месте столетней конюшни новый, безопасный для детей корпус, никто не знает. Ещё хуже дела обстоят в области. К сожалению, очерёдность в детские сады более 13 тысяч в городе Одессе. В целом по области более 18 тысяч. Детские сады, те, которые есть в сельской местности, их нужно восстановить и открыть дополнительные группы. В Раздельнянском районе, вот, например, я вам привожу пример, Раздельнянский район, самый проблемный у нас район. 30% обеспечения только местами в дошкольных учебных заведениях. Стоит детский сад. Но только 4 группы работают. В сентябре в детские сады Одессы придут 28 тысяч детей. Львиную долю расходов на подготовку детских садов к сезону взяли на себя родители. В некоторых дошкольных учреждениях государство оплачивает только 50% стоимости питания. Ремонты, новую мебель, обновлённые игровые площадки оплачивают родители. Наталья Костенко, Дмитрий Бондаренко, Мария Ткачук, 7 канал.